В спорте часто встречаются неравные по силе соперники, когда исход противостояния на 99% известен еще до начала соревнований. Исключением – боевые виды спорта. Специально, чтобы избежать таких ситуаций, созданы различные весовые категории, чтобы бойцы были примерно одинаковых габаритов. Но все-таки иногда происходят неравные бои, когда один соперник намного крупнее или больше другого, и это сразу приковывает внимание большого количества людей. Мы уже рассказывали про 10 таких поединков, и несмотря на то, что это очень редкое явление, мы подобрали для вас еще 10 неравных боев, которые обязательно вас удивят. В мае 2011 года состоялся очередной бой К-1 легендарного Боба Сапа, любимца публики, который заслужил любовь и признание поклонников боев благодаря своим внушительным габаритам. Ну и конечно же, он запомнился всем своим артистизмом. Противником Сапа стал венгерский легендарный 47-летний ветеран Кунг Летивадар, у которого на тот момент насчитывалось 389 побед из 390 боев. Интерес к поединку подогревала и разница в весе, она насчитывала примерно 80 килограмм. Вес Сапа тогда был равен примерно 150, а вес Тивадара примерно 70 килограмм. Разница в росте почти 20 сантиметров, 196 у американца и 178 у венгран. В итоге крепкий коренастый ветеран уделал харизматичного гиганта, вырубив того боковым ударом в голову. Этот бой стал настоящим украшением спорта и вошел в золотую коллекцию фрик-шоу. В новогоднюю ночь многие люди дерутся, но мало кто за это получает деньги. Конечно, если ты не одна из главных легенд в мире смешанных единоборств, последний император Федор Емельяненко. В ночь с 2005 на 2006 год создаялся очень необычный бой. Соперником Федора, рост которого составляет средние 182 сантиметра, стал бразилец Зулу Зинью, обладатель пурпурного пояса по джиу-джису ростом 203 сантиметра и весом 179 килограмм. Зулу Зинью подходил к бою в отличной форме, ни одного поражения и 8 побед. Статистика Федора же тоже восхищала 23 победы, но все-таки в карьере имелось одно поражение. Однако те, кто ждали от поединка захватывающего напряженного зрелища, были разочарованы. Уже спустя 26 секунд после начала боя русский медведь нокаутировал бразильского гиганта и бой был закончен. В бою 2003 года в очередной раз подтвердилась пословица «Чем больше шкаф, тем громче он падает». Против Генки Судо, имевшего в своем запасе 9 побед и 3 поражения, вышел харизматичный здоровяк Эрик Эш. Более известен как Баттер Бин. Рост японца всего 175 сантиметров, вес 75 килограмм. Баттер Бин же профессиональный боец и рестлер. Выше японца всего на 5 сантиметров, зато вот тяжелее аккуратно 110 килограмм. Только вот тушеваться перед крупнющим американцем Судо явно не собирался. Бой не продлился и минуты. На 46 секунде Судо с помощью болевого узла пятки распластал Баттер Бина на земле и не дал тому подняться. Это поражение не помешало Эшу сделать успешную карьеру в спорте и в рестлинге в будущем. А Судо лишь закрепил за собой статус крутого бойца. Все мы прекрасно знаем, что рестлинг это в первую очередь шоу. Поэтому все предыдущие разницы в габаритах меркнут перед этим боем в рестлинге. Дали Псинг по прозвищу Великий Кали является одним из самых крупных рестлеров в истории. Рост индийца 221 сантиметр, а вес 157 килограмм. Рядом с таким исполином любой человек будет выглядеть карликом, а тем более настоящий карлик. Да, однажды против непобедимого рестлера, пауэрлифтера, боксера и актера вышел биться ирландский карлик. Сначала Великий Кали стоял неподвижно, раздувал ноздри и смотрел на маленького смельчака, который напротив вел себя вызывающе и иронизировал над гигантом. Затем ирландец попробовал бить здоровяка, но тот оставался неподвижным. Тогда карлик достал палку и хотел забрать себе победу с помощью нее. Он замахнулся, а Кали просто поймал ее в воздухе и выкинул. Ну а затем Великий просто снес беднягу одной оплеухой ладонью по голове. Это очень возмутило тренера Карлика, который выпрыгнул на ринг и пнул в пах индийского рестлера, после чего увел своего подопечного с поля боя. Сумо – очень своеобразный вид спорта. Там, чем ты толще и больше, тем у тебя больше шансов. Но первый профессиональный чешский сумоист в истории Таканаяма Сюнтаро так не считает. Его вес всего по меркам сумо – 98 килограмм. А тело совсем не выглядит, как огромное желе напротив. Оно напоминает профессиональных бодибилдеров. Все его соперники всегда превосходили Чеха по габаритам. Наиболее контрастный можно назвать бой с бразильским сумоистом Каиши в сентябре 2011 года. Бразилиц весил 180 килограмм, то есть превосходил Чеха почти вдвое. Однако это не помешало Таканаяме уронить здоровяка техничной подножкой менее чем за минуту. Затем Таканаяма встал, безэмоционально поклонился и ушел с рингом. Такие победы для него всего лишь серые будни. Еще один невероятный гигант-боец Эммануэль Ярбаро и вовсе попал в книгу рекордов Гиннеса как самый тяжелый атлет в истории. Его рост превосходил отметку в 2 метра, а вес достигал 400 килограммов. Каждый раз октагон содрогался при его появлении, а найти ему хотя бы отдаленно близкого по габаритам соперника было невероятно трудно. Тем смешнее и нелепее на его фоне выглядели вполне обычные по габаритам бойцы. Японский боец Тацуо Накана при своих 175 сантиметрах роста и 98 килограммах веса не побоялся выйти биться с Ярбаро, который в несколько раз тяжелее его. Вряд ли кто-то ожидал от такого противостояния интриги. Спустя 6 секунд после звука Гонго Ярбаро просто завалил японца и в течение минуты просто не давал тому даже приподняться. Накану на 1 минуте и 16 секундах судья остановил бой, видя, что Накана может попросту задохнуться под напором великого бойца с ироничным прозвищем Кроха. В детстве все любили спорить, кто круче и сильнее боксер или каратист, сумоист или кикбоксер, тяжелоатлет или легкоатлет. И иногда действительно можно наблюдать такие странные бои. Например, поединок Као Клая, Каэ Норсинга, бойца Муай Тай и Чой Хонг Мана, бойца кикбоксинга. Помимо интереса к разнице стиля единоборств, бонусом была и разница в размерах бойцов. Таец имеет стандартный рост 1 метр 80 сантиметров и вес 79 килограмм, тогда как его соперник вымахал до 2 метров и 18 сантиметров и вышел весом в 160 килограмм. Каэ Норсинг долго прыгал, пытался бить ногами и сопротивляться, но все-таки спустя примерно 10 минут Хонг Ман Чой вырубил тайца, который почти на 40 сантиметров ниже своей огромной кувалдой. Еще один пример, как боец намного меньше другого одерживает явную победу над противником в разы больше. Джеймс Томпсон, боец без правил, ростом в 196 сантиметров и весом в 118 килограмм, подошел к бою с гигантом Сильвой в отличной форме. 11 побед и 2 поражения. Томпсон имеет внушительные габариты, но они меркнут на фоне габаритов его визави. Легендарный рейстлер Силва обладает ростом в 2 метра и 20 сантиметров и весит 197 килограмм. Казалось бы, шансов у опытного Томпсона немного, но не тут-то было. Джеймс технически нокаутировал Силву чередой быстрых ударов уже спустя полторы минуты боя. И вообще, Силва наверняка пожалела попытках соревнований в боях без правил. Из 8 боев бразилец выиграл лишь 2. Ройс Грейси, бразильский боец смешанных боевых искусств, по-настоящему популяризировал джиу-джитсу в своей стране. Но главной его узнаваемой фишкой стали победы над более крупными противниками. Одна из таких побед произошла в конце 2004 года. Сам Грейси обладает ростом 185 сантиметров и весом 80 килограмм и очень подтянутой фигурой. Его противником же стал Акебона, Торосу, Маист и Рестлер. Его рост превышает 2 метра, а вес и вовсе доходил до 230 килограмм. Сумасшедшие габариты и мало кто ожидал победы Ройса, но все пошло не по плану японца. Акебона навалился на бразильца, но тот сумел подняться спустя 15 секунд. Ну а затем, когда Акебона повалил Грейси второй раз, бразильец умудрился сделать ему болевой замок запястья и победа осталась за ним. В 2015 году прошел бой тяжеловесов румына Санду Лунгу и египтянина Махмуда Хасана. И если рост бойцов К1 примерно одинаковый, это 183 сантиметра у румына и 188 у египтянина, то вот вес их сильно отличается. Лунгу весит 150 килограмм, что более чем на 40 килограмм превосходит вес Хасана. Сюрпризов не произошло. Более крупный, более опытный боец, который подходил к бою со статистикой 11 побед и 3 поражения, одержал победу еще в первом раунде. Хотя нельзя сказать, что это было очень уж легко. Я думаю, по лицу румынов все видно. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть такие неравные бои? Если да, то обязательно пишите в комментариях. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok